Любому человеку при слове акула воображение рисует образ безжалостного и сильного морского монстра зубастой пастью и злыми стеклянными глазами, в которых видна лишь одержимость к удовлетворению чувства голода. И не зря, ведь событие, которое произошло в штате Нью-Джерси, полностью отражает наше представление об этом символе ужаса. Всего за 12 дней они растерзали четырех человек и лишь одному удалось спастись. Обычно акулы так далеко на север не заплывают, а крутятся у теплых штатов вроде Флориды. А если и заплывают, то ведут себя вяло и потому нападения случаются крайне редко и, как правило, приводят лишь к незначительным травмам. Однако в июле 1916 года акулы словно сошли с ума и сжаждали человеческого мяса. Для штата Нью-Джерси это до сих пор остается самое кровожадное акулье событие за все время. Причем никто даже не знал, к какому они вообще виду относились. И были ли это несколько акул, одна конкретная психованная акула или вообще существа, лишь очень похожие на них внешне? В то лето на пляже Бич-Хейвен в Нью-Джерси было полно народу, которые пришли сюда отдохнуть от рабочего стресса, от паники из-за надвигающейся эпидемии и пугающих новостей о сражениях мировой войны. 1 июля молодой студент Чарльз Вансент с наслаждением плавал недалеко от берега и вдруг начал громко кричать. Сначала его друзья подумали, что он зовет к себе свою собаку, но вскоре стало ясно, что он кричит от страха. А когда к Вансенту подплыл спасатель, он увидел, что вода красная от крови, а ноги парня искусаны крупной акулой, плавающей рядом. Спасателю удалось вытянуть Чарльза из воды, но на берегу выяснилось, что раны парня были куда серьезнее, чем казалось изначально. С одной ноги почти полностью было снято все мясо. Вскоре Вансент скончался от потери крови. Несмотря на эту трагедию, пляж не закрыли. Инцидент не вызвал особого резонанса у общественности и СМИ. Не закрыли его и тогда, когда спустя пару дней лодочник сообщил о наблюдении очень большой акулы в районе пляжа. Но через пять дней после нападения на Вансент трагедия повторилась вновь, только уже на пляже в соседнем городке Спринг-Лейк. 27-летний швейцарец Чарльз Брудер плавал на расстоянии около 100 метров от берега, когда на него что-то напало и нанесло ряд сильных укусов за живот и ноги. От этих укусов ноги Брудера были полностью перекушены, и вода вокруг него окрасилась в красной от крови. Все было в точности как с Вансентом. На тело Брудера наткнулись случайно, и он тогда еще был жив. Спасателю удалось вытащить мужчину на берег, но он вскоре также умер от потери крови. По словам очевидцев, женщины, которые видели изувеченное тело Брудера, падали от шока в обморок. Только сейчас власти всполошились и призвали расставить ограду из сетки вокруг плавательных областей пляжа. Паника нарастала очень быстро, особенно когда местные историки заявили, что никогда такого не было. Чтобы два похожих трагических нападения акул произошли в местах, близких друг к другу и всего с разницей в несколько дней. В те времена даже ученые считали, что акулы не представляют серьезные угрозы человеку в воде. Да и имели место случаи, когда эти хищницы кусали купальчиков и даже убивали людей, если верить рассказам бывалых мореплавателей. Но это случалось скорее каким-то досадным недоразумением, исключением из нормы в поведении акул. Возможно, где-нибудь в жарких странах, возможно, как-нибудь иначе, но не в умеренных широтах и уж тем более не в Штатах, каждый житель которых был уверен, что вся флора и фауна планеты вращается вокруг определенной оси, расположенной в границах США. Полагалось, что акула может укусить рыбака, снимающего ее с крючка или вынимающего из сетей, поедать трупы утопленников этим объяснялись факты нахождения человеческих останков в желудках акул. Но напасть на живого человека в воде еще и в Нью-Джерси точно нет. Рыбаки начали прицельно охотиться на всех увиденных в этих водах акул и даже удалось поймать несколько, после чего кто-то заявил, что теперь нападений больше быть не должно. Однако акулы-людоеды или одна акула-людоед двигалась дальше на север и доплыла до ручья Матаван-Крик в штате Нью-Джерси. В этих местах акул вообще не видели никогда и читали в газетах про нападения акул в Нью-Джерси как хроники про нападения на людей-тигров в Индии. Ручей хоть и был связан с Атлантическим океаном через бухту, но был очень далеко от него. Но 12 июня тут произошли сразу три нападения акул. И была ли это стая акул акулы-одиночкой не до конца ясно, но что точно это были уникальные и очень кровожадные создания. Создавалось впечатление, что они намеренно охотились за людьми и следовали определенному маршруту. Около 14.00 местные мальчики купались недалеко от берега у пристани Уайков и увидели в воде черный треугольный плавник. Они испугались, предположив, что это была акула и поплыли к берегу, но одному из них все-таки не повезло. 11-летний Лестер Стилвелл почти добрался до берега, когда акула схватила его за ноги и уволокла на глубину. Напуганные дети в панике побежали в город, пока на их пути не встретился 24-летний Уотсон Стэнли Фишер. Вместе с другими добровольцами он не побоялся войти в воду для поиска Лестера. Но когда они нашли тело мальчика и волокли его к берегу, на самого Фишера накинулись акулы и как хирургическим ножом срезало мясо с руки. В страхе мужчины бросили тело Лестера и занялись Фишером, но едва его успели привезти в больницу, он истек кровью и умер. На часах в тот момент было 17.30. 14 июля тело Лестера с ранами от зубов акулы нашли недалеко от пристани Уайков. Акулам, похоже, было важнее просто убить его, чем съесть, так как найденное тело мальчика они почти не тронули. Спустя полчаса после нападения на Фишера акула наткнулась на 14-летнего Джозефа Дана, который купался в километре от пристани Уайков. Акула цапнула его за левую ногу, но брат и друг успели вытащить мальчика на берег, и он единственным из пострадавших от психованной акулы остался жив. То, что это акулы или акулы были необычными, можно хорошо отследить как раз по нападениям 12 июля. Сначала они просто убивают мальчика, ничуть не поедая его тело. Потом нападают на одного мужчину, не трогая остальных мужчин в той же группе. После словно понимают, что у пристани делать больше нечего и быстро плывет дальше на север, где через полчаса и 800 метров нападает на еще одного ребенка. Это не голод, это словно нападение ради развлечения. Когда все эти события попали в местную прессу, паника началась невыразимая. Люди словно понимали, что все эти нападения – какая-то аномалия. Это как если бы в современный Нью-Йорк прорвалась стая волков и ради развлечения бегала по улицам и кусала лишь определенных людей. Рыбаки восточного побережья стали истреблять всех акул, которых они видели, и за короткий промежуток было убито около сотни акул. Однако ни одна из них не была поймана в ручье Матаван или в его окрестностях. Тем не менее, нападения акул прекратились как по волшебству, и больше тут никогда подобного не случалось. Но оставался один вопрос, который тревожил все прибрежное население – что это было за морское существо? Вполне естественно, ученые захотели определить, какой вид акул нанес кровную обиду человечеству жестокими нападениями на людей у побережья Нью-Джерси. Свидетели первого нападения акулы в Бичхейвен утверждали, что акула была около трех метров в длину. По описаниям внешности хищницы, специалисты предположили, что нападение совершила песчаная акула или песчаный тигр. Местные рыбаки ежедневно докладывали о поимке крупных акул, преимущественно песчаных или синих, во время объявления тотальной войны хищницам. 14 июля поступила информация о поимке акулы длиной около 2 метров 30 сантиметров. В ее желудке обнаружили непереваренные останки животного происхождения, предположительно человеческие. Это была молодая белая акула. Рыбаки выставили тело акулы как экспонат для любопытных в витрине одного из магазинов, и любой мог поглазеть на людоеда за небольшую плату. Затем тело акулы выкинули. Сохранилась лишь единственная фотография этой хищницы, которая вскоре обошла печатные СМИ. Доказательства того, что именно эта хищница была виновата в серии жестоких убийств нет, но после ее поимки и нападения на людей прекратились. Прошло уже много десятилетий после мрачных нью-джерских событий 1916 года, но споры ученых и специалистов продолжаются по сей день. Время стерло многие обстоятельства и улики, на основании которых нынешнее поколение ученых могло бы уточнить ответы на волнующую общественность вопросы. Поэтому никто и никогда не узнает, какая же акула или акулы принесли в те дни столько горя человечеству. А что ты думаешь по этому поводу? Кто виноват в сложившейся ситуации? Люди, что не среагировали вовремя и не предприняли меры? Или все же акулы, действия которых было невозможно остановить? Пиши в комментариях. Также, если не видел предыдущие видео о животных-людоедах, начни с ролика про живоданского зверя. Вот он, увидимся там. Пока!